Для наиболее стойких продолжения Сергей Ноктев ИЗТФ, Институт Церетической Экспериментальной Физики И тоже Москва Коишки, правильно? К вам два вопроса Во-первых, кто был в прошлом году На аналогичных чтениях Отчасти Хочется за три лекции Подробно рассказать то, что было В тракте показать, я упомянуто в прошлый раз И второй вопрос Кто из вас слышал Про такую проективную геометрию? Ну давайте тогда с этого и начнем И потом постепенно перейдем К тому, о чем предполагалась эта лекция Вот есть разные геометрические задачи Вот одна из них Знаменитая, например, задача Паскаля От которой вы можете подумать сами Такая Представим себе, что у нас есть Что называется Коника Коническое сечение Это может быть эллипс Это может быть гипербола Это может быть парабола Давайте Спишем с нее шестиугольник И вот блеск Паскаль Обнаружил замечательную вещь Берем противоположные стороны Давайте Делаем это с другой парой Противоположных сторон Получаем точку М И с оставшейся парой сторон Получаем точку К Какие еще стороны у нас не задействованы Эту пару задействовали Вот эту пару не задействовали Получили точку К И вот блеск Паскаль обнаружил, что эти три точки Лежат на одной прямой Как вы думаете В таком виде Сколько усилий потребуется Чтобы Координатах Например Посчитать И убедиться, что это так Много Собственно Такого прямого лобового решения Я собственно не видел Наверняка Раз факт верный Наверняка оно возможно Но Потребует Совершенно непропорциональных усилий Как к такой задаче Подошел бы математик Геометр даже Уточню А? Ну от противного Такого рода задачи Кстати это довольно мало Доставляют Что если есть там Верный факт И верный такой факт Не общего положения То есть что три точки Лежат на одной прямой То это просто Вряд ДАК добавит Логической цепочке Один лишний шаг То есть Не только задачи Где собственно Такой шаг Содержательно поможет Что-то сделать Рассмотрим шестиугольник Вписанный Конику Например ВС Рассмотрим Пары противоположных Его сторон Соединим Сделаем это Соответственно У нас есть три пары Противоположных сторон Или еще Спрошу вас Задал вам более простую задачу Наверняка вы знаете Как ее решать Стандартная теорема геометрии Она скорее не про проективную А проективную геометрию Вот у нас есть треугольник И вы знаете Что например Медианы Пересекаются В одной точке Вот как это доказывает Какое у вас Например было Доказательство На геометрии Сложное? А знаете ли вы Простое доказательство Или можете ли вы Придумать Простое Ооо Прекрасно Есть один частный случай Про который вы наверняка Это легко можете доказать Это треугольник Равносторонний Да? Равносторонний Теугольник Умейте доказывать Это? Любой бы сход Ну Для равностороннего Самый простой Например Самый школьный способ Доказывать Что для него Медианы автоматически Окажутся бисектрисами Бисектрисы Это геометрическое место Точек Которые Равно удалены От сторон угла Но А раз они равно Удалены Этой парой сторон Этой парой сторон То автоматически Уже это Однозначно Дадает точку Которая равна Долина Всех трех Примерно так А что делать Если треугольник Нервносторонний Тогда медиана Все-таки нельзя Медиану невозможно Задать Как какое-нибудь Явное геометрическое Место Точек Совершенно верно Обратите внимание Нужно посмотреть Какие у этой задачи Будут Называется Симметрии Посмотреть Как можно Преобразовать То, что у нас есть Так, чтобы Во-первых Сохранились Те исходные условия Которые у нас есть Чтобы медианы Остались медианами Треугольник Остался треугольником А во-вторых Чтобы то, что нам требуется Именно То, что они пересекут С ума сной точки Тоже Чтобы требовалось Условия Тоже было Какие преобразования В геометрии Вы встречали Движения Встречали Самое простое Это движения Которые сохраняют Расстояния Сохраняют углы И вообще Фигуры Традиционно Называем Разными Если Они совмечаются Более сложные Преобразования Это афинные Преобразования Их проще Его записать В координатах Записывали Матрицами Например Были же у вас На первом курсе Матрицы Да? А это как раз Многие на первом курсе Прекрасно Нет Это самое замечательное Время У вас еще Собственно Вы это еще Не успели забыть Да Вы это во-первых Еще не успели забыть Во-вторых Собственно Не успели Слишком к этому Привыкнуть До автоматизма Что вы записываете Матрицами Когда у вас возникли Матрицы В связи с чем Так Уже хорошо Значит Вы с помощью них Решали Какие уравнения Линейные Выравнения Да? А в чем Состоит Линейное Выравнение Или Система Линейных Выравнений А? Есть Неизвестные Есть набор Неизвестных Дальше С этими Неизвестными Что-то Происходит И Известен Результат Того Что Произойдет И нужно В этом Случа Восстановить Сами Неизвестные Такая у вас Остановка Задачи Вот что мы делали Все-таки С этими Неизвестными Это уже Следующий вопрос Как мы решали Линейное Уравнение Отчасти Может даже Мы к этому Перейдем Но собственно В самой Постановке Что делалось С неизвестными Были Неизвестные Были Коэффициенты Из этого Мы что Изготавливали Ну В конечном Счете Изготовили Матрицу Но прежде всего Мы преобразовывали Эти переменные Чтобы получить Какие-нибудь Известные Выражения То есть Если у нас Были Изначально Переменные Х1 И так далее Х1 И так далее Мы делали Выражения Типа А1 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 Дальше Дальше Мы что-то Проделали Мы уже писали Такие выражения И получили М Совершенно Других Величин Это Собственно То Что Называется Линейное Отображение Было Такое Выражение Вот Например Из другой Науки Дифференциал Чем Является Был у вас Уже На первом Курсе Дифференциал Нет Что Это Такое Это Не очень Хорошо То есть Прекрасно Для функции Одной Переменной Это Прекрасно Сработает Функции Многих Переменных У вас Уже Были Вот Совершенно Верно Чем На самом деле Занимаются В анализе Придел Это Совершенно Такое Техническое Понятие На самом деле Вы Приближаете Произвольную Функцию Произвольное Отображение Линейным Отображением С точностью До следующего Порядка Малости И Дальше Были же У вас Утверждения Насчет Того Что Происходит Если Мы Рассматриваем С Производной Например Если Рассматриваем Композицию Функции Произведения И все Такое Но Особенно Композицию Обратите Внимание Что Когда Мы Рассматриваем Композицию То Что При Этому Происходит С Производными Умеете Дифференцировать Сложные Функции Хотя Вы Для Одной Перемен А Многих Интуитивно Совершенно Ясно При Что Происходит Те Линейные Отображения Которые Вы Выблизили Функцию Сами По Себе Чтобы Получить Дифференциалы В Композиции Нужно Рассмотреть Композицию Этих Линейных Отображений А А то Что Было В Следующем Порядке Малости Останется В Следующем Порядке Малости Мы Вернемся Что Афинное Преобразование Кто Еще Слышал Афинное Преобразование Идея Такая Сделать Записать То Что У нас Есть В Координатах Ввести Эвклиновые Координаты И Проделать С ними Ровно Такое Преобразование Записать Матрису Какую А1 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 А2 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 Точку С координатами Х1 Х2 Перевести Как вы думаете В какую точку Соответственно Умножить Эту матрицу На соответствующий Столбец Умейте Умножать Матрицу На столбец Что получится Какие будут Координаты Диктуем Диктуем А1 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 А2 А1 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 А2 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 Прекрасно Задали Преобразование Плоскости Если знали Координаты Исходной Точки Знаем Координаты Новой Точки Что мы знаем При этом Прямые Куда перейдут При таком Преобразовании Прямые Перейдут В прямые Как в этом Убедиться Как задается Прямая Ну Действительно Она однозначно Задается Парой Точек На ней Как записать Произвольную Точку Прямой Ну Даже Пусть Задав Прямую Любым Способом Парой Точек Какой Способ Задания Прямой Вы знаете Уравнение Например Умеете Задавать Как будет Выглядеть Ну Например Если Задавать Уравнение В прямом Смысле Ах Плюс Ах1 Плюс Б Плюс С Равнение Вот То Что Называется Уравнение Прямой Таким Уравнением Можно Задать Любую Прямую Один Из способов Есть Параметрический Способ Задания Прямой Тоже Знаете Его То есть Выбрать Вектор И Выбрать Точку И сказать Что это Все точки Полученные Собственно Откладывания От данной Точки Вектора Пропорционального Данного Какие Еще Определения Прямой Знаете Ладно Двух Хватит Волне Ну как Можете Убедиться В том Что Если Нечто Было Заданное Прямое Таким Способ И Параметрическим То И при Таком Преобразовании Результат Также Будет Прямой Что 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 Должен С Уравнение Чтобы Действительно Понять Ну куда Перешли Его Решение При Таком Преобразовании Преобразовании Прямой Прямой Через Вектор И Точку Для Этого Достаточно Понять Что Точка Перешла В Точку Вектор Перейдет В Какой То Новый Вектор Что Происходит При Таком Преобразовании Если Мы От Точки Начинаем Откладывать Вектор Вектор Пропорциональный Дан Вектор Что Такой Вектор Какое У вас Было Определение Давай Это Не Очень Хорошо Потому Что Действительно Мы Говорим Что Например Такой Вектор Такой Вектор Это Одно И Тоже Хотя Одноправные Отрезки У нас Немножко Гарзли Как Будет Это Отрезок То У него Есть Начало И Конец Но Уже Ближе То Действительно Нужно Что Сделать С тем Чтобы Эти Два Вектора Стали Одним И Тем Ж Что Точно Так Как Геометрии У вас Треугольники Бывали Равными Бывали Когда Два Треугольника Называются Равными Только Не надо На три Признака Когда Четырехугольники Равные Хорошо Совершенно верно Когда Существует Движение Которые Переводят Один из них Другой То Это Фактически Говоря Современным Научным Языком Это Что На самом Деле Мы Рассматриваем Классы Эквивалентности Фигур Две Фигуры Которые Например Треугольник Который Я нарисовал В одной Половине Доски Треугольник Который Нарисовал В другой Половине Доски Нарисовал Его В другую Сторону В принципе С точки Заверения Геометрии Мы говорим Что они Эквивалентны Или равны Если существует Движение Которое Собмещает Один с другим Что ж Такое Верно Когда Два Натралевых Отрезка Мы считаем Одинаковым Верно Движение Это было бы Слишком Сильно Потому что Мы его Могли Повернуть Но Когда Существует Что Совершенно Верно Когда Их Можно Собместить Параллельным Переносом То есть В данном Случае Множественное Движение У нас Составляет Параллельные Переносы Ну а Вектор Вот такой Класс Направленных Отрезков И соответственно Становится Понятно Что мы Можем После этого От любой Точки Отложить Вектор То есть Найти В этом Глазе Уже Направленный Отрезок Начало Которого Сотпадает С данной Точкой И Посмотреть Собственно Куда Попал Конец Вектора И Это Собственно Означает Отложить Вектор От данной Точки Прозрачнее Стало Или Наоборот Здорово Уже лучше Вы начинаете Мыслить Как геометр Ну Вернемся К нашей Задаче Почему же Все-таки Прямые Переходят В прямые Вот Мы Написали Нечто Здесь Действительно Можно Что Например Происходит С векторами Можем Либо Сказать Что Помимо Того Что Мы Преобразуем Нашу Плоскость Мы Преобразуем Вектор Что Произойдет Если Два Направленных Отрезка Были Эквивалентны То есть Отличались Правильными Переносами Совершенно Верно Результат Тоже Будет Совмещаться Параллельным Переносом Взяли Вот Пару Направленных Отрезков Применили К ним Это Преобразование Получили Тоже Пару Направленных Отрезков Которые Совмещаются Параллельным Переносом И в этом Смысле Афинное Преобразование Действует Не только На точках Но и На векторах Точно Так же Мы можем Если мы Перевели Точку В другую Точку Точно так же Если мы Откладывали Вектор От этой Точки Потом Рассматривали Афинное Преобразование И смотрели На результат То же самое Что проделать Исходно Афинное Преобразование Отдельно Отдельно С точкой Вектор И отложить Вектор От соответствующей Точки Ну и Наконец Пропорциональные Векторы Что такое Кстати Умножить Вектор На константу Что с ним Надо сделать С этой Точкой Ну да Произвести Гомотетик Обратите Внимание С того Что Преобразование Линейное Что происходит Если Два Вектора Были Пропорциональные Вы Проделали Отдельное Преобразование То результат Будет Пропорциональный Прекрасно Убедились Что прямые Переходят Прямые Теперь Более Интересное Свойство Движение Мы знаем Что переводило Еще и Окружность В окружность Что В этом Смысле Будут делать Афинное Преобразование Будут ли Они переводить Окружность В окружность Преобразование Вот например Можно рассмотреть Замечательное Преобразование Которое По одной Оси Сжимает Например Вот здесь Одна Матрица Одна Вторая Вторая Оси Наоборот Два Раза Растет Что Произойдет С окружностью При таком Преобразовании Она Сплюснется По одной Кординате Растянется По другой Кординате Явно Не будет Окружностью Она будет По прежнему Симметрична Относительно Центра Но видно Что по вертикали Точки Будут Отстояние Центра На расстояние Одна Вторая А по горизонтали Будут Отстояние На расстояние Два Больше Не будет Окружности Лали У кого Из вас Аналитическая Геометрия Здесь есть Как предмет Были У вас Кривые Второго Порядка Их Классификация И все Так Возносительно Каких Преобразований Вы их Классифицировали Ахинных То есть Они же Были У вас Какая Получалась У вас Классификация Ответ Хотя Вы Помните Классификация Кривых Второго Порядка К чему Их Приводили Конечно Можно Мы обычно Главным Осям Был Так Теорема Второго Порядка Можно Привести К одной Из Следующего Набора Давайте Я их Перечислю Окружность Ну и Соответственно Результаты Преобразования Окружности Как Называется Эллипс Совершенно Верно Дальше Что еще У вас Было Парабола Вот Такая Фигура Знаете Кстати Как Геометрически Задавать Параболу Если Окружность Это Множество Точек Равно Удалено На Одинаковом Расстоянии От Заданной Точке Знаете Как Задавать Да Гиперболу Как Вы Говорите Просто Про Гиперболу Вы Видимо Правильно Уже Сказали Ну Формулой Мы Успеем Задать А Геометрически Давайте Может быть Проще Если Вместо Окружности Будет Эллипс Скажите Хоть Про Что-нибудь Я Собственно Я Уже Я Уже Ну Давайте Я нарисую Чего Чего Вот Анатолий Штурки Задать Можно Нарисовать Прямую Прямую На самом деле Будет Параллельно Оси Х Найти Точку Так называемый Фогус Параболы И Окажется Что Действительно Это Множство Точек Которые Равно Удалены От Чего От Этой Точки И Этой Прямой Такой Способ Метрические Задания Параболы Ну И Наконец Гипербола Кто Из вас Рисовал Эллипсы С помощью Двух Гвоздей Как Вы Ну Знаете Во времена Когда не было Всех этих Планшетиков Как Жоб Снадейки Играли Брали Фанерку Вбивали Два Гвоздика Брали Нитку Натягивали Нитку Но Не Очень Плотно Ставили Сюда Карандаш Ну Или Не знаю Уголек И Обводили Что Получалось Эллипс Множество Точек Сумма Расстояний Которых Тоже Фокусов Постоянно Слышали Про такое Здорово Что еще Вырожденные Коники Пара Прямых Или Одна Прямая И все Вот такая Классификация Была у вас Теперь Чего я хочу Перейти Про эту задачу Я видимо Не договорил Собственно Аферными Преобразованиями Любой треугольник Можно перевести В разсторонний Треугольник Середина Отрезка Переходит Середина Отрезка Медианы Перейдут Медианы И если Они Значит Если Мы Знаем Рассуждение Дорогостат То За счет Того Что Как Условия Задачи То есть То что Мы Прямо Медианы Так Результат То что Не пересекается В одной Точке Сохраняется При Аферном Преобразовании Значит Собственно Эту Задачу Достаточно Решить Собственно Для одного Случа Которому Преобразованию Своится Общий Для Равносторонний Преобразовник А это Собственно Мы Уже С вами Решили Теперь Здесь Вернемся Уже Поближе К этой Задаче В какой-то Момент Мы ее Не то Что Решим Я думаю До определенной Истики Не оставим На дом Теперь А вы знаете Что Вот эти Три На самом Деле Эллипс Парабола Гипербола Тоже Могут Быть Сведены Друг 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 Эти Три Случа Тоже Сводятся Друг 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 Не Получится Обратите Внимание Как Устроен Гипербол Гипербол Есть Что Называется Асимптоты Которым Она Стремится На Бесконечности А Парабол Оба Рога Становятся Все Более И Более Вертикальными Асимптоты Там Нет Но Собственно Как Угловой Параметр Все Время Стремится К Такому Для Вертикальной Оси Поэтому Собственно Никакими Такими Средствами Сделать Одно Из Другого Невозможно Они Содержательно Различны Как Все Таки Получить Одно Из Другого Конечно Невозможно И Как Вы Думаете Как Афинных Не Хватает Обратите Внимание При афинных Преобразованиях Точки Которые Уходят На Бесконечность Продолжят Уходить На Бесконечность Афинных Эллипсом Никак Не Сделали Более того Афинтады Перейдут В Афинтады Поэтому Даже Параболу Гиперболу Точно Никак Не Переведем И Наверняка В теореме Которая Вам Доказывалась Все Это Было Привести Афинным Преобразованием Один Класс Кривок Другой Невозможно Но Есть Гораздо Больший Класс Преобразований Проективное Преобразование Идея Очень Простая Представьте Себе Представьте Себе Что-нибудь Типа До того Как появились Проекторы Такого Вида Помните Были Вот такие Диафильмы Можно Было Смотреть Слайды С фотографиями Застали Вы Это Как устроено Собственно Было Само Устройство Разбирали Его Заглянули Внутрь Там был Свет И было Стеклышко Не правда Ли Ну Собственно Что Это Значается В каком-то Месте Там Была Лампа Словно Назначили Точка Вот Это Лампа Дальше Была Проречь Куда Оставлялась Вот Эта Пластинка На Пластинке Что-то было нарисовано Да Много интересного За науку болеют Можно сказать Здорово И где-то уже в другом конце комнаты стоял экран И на этом экране появлялось изображение Было такое Ну вот здесь была какая-то фотография Что появлялось на экране Увеличенное изображение А что было если экран поставить под углом Оно было каким-то образом преобразовано Не правда ли? Но выглядело совсем по-другому Но вот на самом деле Эта штука Она Нарочно Прибита Жестко Да? То есть Под потолком Проектор Да Что будет если ее поворачить? Кстати обратите внимание Часто в таких устройствах Кто с ними имел дело Есть такой параметр Я не знаю Там в английской версии Keystone Не знаю На русском Он как-то переводится В инструкциях Или нет Кнопка С помощью которого Как бы Само это внутреннее устройство Немножко поворачивает его вверх-вниз Чтобы можно было подстроить Под то что экран поставлен криво Чтобы проективно сделать запина Ну даже я бы сказал гомотегий По возможности Теперь самое интересное Обратите внимание Как производится это преобразование Если экран стоит уже очень криво Представим себе Вот что экран у нас здесь внизу Вот у нас тут есть большой диапазитив И в частности есть точки Через которые луч уже уйдет куда-то вбок И совершенно никогда не дойдет до экрана Что произойдет дальше? Представьте себе Что здесь у нас стоит солоная даже не рожица А окружность Как вы думаете Во что она перейдет? Можете примерно нарисовать на экране Часть этой окружности Именно те точки Которые у нас окажутся в плоскости Параллельной экраны Мы не увидим никак А? Ну кстати Можно нарисовать окружность Которая перейдет в параболу Но это немножко не тот случай Который нарисован Обратите внимание Как примерно это будет выглядеть Та половинка Которая оказалась ниже этой плоскости Она куда-то перейдет Перейдет вот куда-нибудь вот сюда И собственно Когда мы будем подходить к этим точкам Все идет на бесконечность Ну на самом деле Если действительно рассматривать Буквально такую картинку с проектором То этих точек мы тоже не увидим Но формально Если мы проведем через них прямой Продолжим ее за источник света В другую сторону Побольше окружность Рано или поздно Эти точки все равно попадут на плоскость И образуют вторую ветвь гиперболу То есть полная версия проективного преобразования Она двусторонняя То есть мы берем фиксированную точку Сайдерального преобразования Соединяем с каждой из точек плоскости И смотрим где соответствующая прямая Пересечет вторую плоскость Это и есть проективное преобразование И с помощью такого преобразования Уже можно будет совмещать Соответственно гиперболы Параболы окружности Кривая второго порядка будет Переходить в кривую второго порядка И с этой точки зрения Все невырожденные коники Будут собственно одним и тем же Знаете ли вы кстати Почему эти кривые называются кониками? Слышали такое слово? Было оно у вас на геометрии? Полное их название Конические сечения Если нарисовать конус И рассечь его плоскостью То что мы увидим на этой плоскости? Конус имеется в виду поверхность конуса Если действительно эта плоскость Собственно будет проходить Например где-то вот здесь То получится элипс Если плоскость будет приседать Обе образующие конусы вот так Получится элипс Если мы нарисуем наоборот Вот такую плоскость Видно что у нас появятся две компоненты И это будет гиперболы И наконец в случае когда Наша плоскость будет Параллельно Что называется образующий конуса У нас собственно получит вот такая картинка И это будет параллельно И видно же что происходит При как раз Что происходит при Проективном преобразовании Вот этот центр конуса Для нас будет как раз Играть роль источника света То есть когда мы переходим С одной плоскости на другую И на плоскости у нас Оказывалось коническое сечение Свет То есть эти лучи света Которые через него проходят Восстановят нам обратно наш полюс И переходя на вторую плоскость Мы просто рассмотрим Второе коническое сечение Встречались с таким? Нет? Ну и собственно если хотите Возвращаясь к сложной задачи Например к теореме Пасхаля Видно насколько ее можно упростить Проективное преобразование Из произвольной коники Можно сделать окружность Более того можно будет добиться того Чтобы даже две пары Из этих сторон Были параллельны То есть пересекались На бесконечной точке И достаточно будет доказать Что оставшиеся пара сторон Параллельны А это уже вполне обозримая задача Которые можете сами В качестве домашнего задания решить Кстати говоря Если вы уже говорите о том Какие еще есть классы задач Которые хорошо Собственно взаимодействуют С проективными преобразованиями Есть замечательная задача Построение одной линейки Помимо построения циркулемой линейки Можно действительно Еще производить Разные построения одной линейки И вот Как раз вот эти все построения Они будут инвариантны Вносительно проективных преобразований Все что строится одной линейкой Собственно тогда и задачи Которые получаются из нее Проективным преобразованием Тоже для нее доступно Построение одной линейки Если интересуюсь К следующему разу Я могу вспомнить Несколько задач Красивых В том числе На разных таких А я покажу вам задачу А можно ли одной линейкой Построить центр окружности Вот Прекрасная задача Самая простая Из этого ряда Циркулемой линейкой Вы все наверняка Умеете строить центры окружности А вот одной линейкой Можно это сделать Ну подумайте Подумайте Это редкий случай Как раз вот эта техника Она хорошо позволяет Давать отрицательные ответы На подобные задачи Прекрасно Перец Давайте все-таки Двигаться дальше Что же теперь для нас По сути стала плоскостью Где живут Проективные преобразования Для чего они определены Обратите внимание Что у нас появились точки Которые куда-то исчезают Уходят на бесконечность Как быть Собственно идея Насколько я понимаю Ну пусть меня поправят Если я Говорю неправильно От того как параметризовать Что же будет Такой настоящей Проективной плоскости Она Принадлежит Гаспару Монжу Хотя подразумевалась Еще до него Довольно многими В том числе Я думаю Самин Паскалин В том числе Кто там еще был Артиллерист что ли Безу точно был артиллерист Это было точно связано с войной Требования проективного преобразования Было связано с войной Ну в общем да Идея была предельно проста Что мы назовем точкой Вот этого проективного пространства Который бы включал в себя Как собственно Обычные точки плоскости Так и то Что теряется Вот при нашей проекции Как добавить Вот эти бесконечные точки Идея очень похожа На то Как мы определяли вектор И вспомните Что у нас Возникает целый конус Что фактически Вот та фигура Которая у нас была Когда мы Рассматривали то Что с ней происходит При проективных преобразования Она восстанавливалась До целого конуса Задача фактификации Он не ездит Используя военных инженеров Занимался задачей фактификации Как сообщает нам Прекрасно Значит Идея у него была Предельно проста Давайте в качестве точки Для проективной плоскости Рассмотрим следующее Выйдем в то пространство В котором у нас есть Вот этот фокус Вот эта точка Которая мы проектируем И рассмотрим в качестве точки Целую прямую Которая соединяет Эту точку с нашим центром Тогда Собственно Мы отвязываемся От того На какой плоскости Мы ее рассматриваем Когда мы будем выбирать плоскость Мы просто Уже будем пересекать Эти прямые Единственные точки И получаем Соответствующую точку На плоскости Фактически У нас что такое Проективная пространство Это множество С точки зрения Геометра Это множество прямых А с точки зрения Алгебраиста Это что? Это классы Эквивалентности Точек В Отличных В центре Давайте я запишу В качестве определения Давайте я сделаю Вот это Производная Размерность Что такое Н мерное Проективное пространство Множество точек Х1 Тогда Х0 И так далее И xn Обратите внимание Что координат Теперь уже Количество координат На единиц Больше С точностью До отношения Эквивалентности Отношение Эквивалентности Очень простое Что Мы говорим Что Точка Х0 И так далее Эквивалентна Точке Координаты Координаты Которые пропорциональны Главное я забыл сказать Что это rm плюс 1 Без нуля Сначала Координат Мы просто Не рассматриваем Эта точка С нашей точки зрения Бесполезна И Собственно Чтобы рассматривать Проективную геометрию Удобнее всего Говорить Что мы Находимся Вот на этом пространстве Что будет Проективной геометрией Прямой Что будет Соответствовать Тому Что мы Вот здесь Рассмотрели Прямую На плоскости Во что Она превратится Если мы Собственно Рассмотрим Все Лучи Через Нее Проходящие Ну там Будет Гораза Больше Что Заметут Те Лучи Да Что это За множество Точек Получится Плоскость А? Обратите Внимание Если мы Нарисуем Вот здесь Прямую И посмотрим Что Эту прямую Освещает Да Плоскость Получится То есть Аналогом Прямых В исходной Геометрии В проективной Геометрии Будет Плоскости А что У нас Будет Место Окружности Если Мы здесь Нарисуем Окружность Или вообще Эллипс Или гипербол Неважно Что у нас Появится Вот здесь В объемлющем Пространстве Вспоминайте Вспоминайте Что Только что Было Рассказано Больше На размере Да Что-то Как-то Очень много Прямых Близко Но Обратите Внимание Что Конус Конечно Аналогом В проективной Геометрии Всех Вот этих Штук Будет Одна Коника Конус Уравнение Теперь У нас Количество Уравнений Становится Гораздо Меньше Не правда Ли Здорово Теперь Давайте Посмотрим На Проективное Аптостранство Немножко Насколько Много В нем Точится Что Нам Добавилось С точки Зрения Этого Вот У нас Есть Что Называется Плоскость Кстати Как Задать Плоскость Какой Обновь Своточек Не уходит На Бесконечность А Честно Проектируется На Нашу Исходную Плоскость Кстати Если Встретить Это Называется Афинная Карта Представим Себе Что Вот Эта Плоскость У нас Плоскость Десафиксирована Ну Например Нулевая Координата Вопрос Такой Какие Точки На Нее По Честному Спроектируются Что Нужно Потребовать Чтобы На Нее Честно Спроектировались Точки Подумайте Какие точки На Нее Не Спроектируются Какие Нужно Фактически Да Нужно В данном Случае Потребовать Чтобы Вот Эта Координата Была Отлична От Нуля Не Правда Нужно Нужно что называется в нашем поэне нарисовали, что называется, карту вот это у нас некоторая поверхность как бывает поверхность Земли которая вовсе не плоская как знали еще древние греки старались, но пытались забыть в средневековье что совершенно не мешает рисовать ее карту другой вопрос, что эти карты уже не будут покрывать всю поверхность точнее будут покрывать но карта из них можно рассмотреть вот такую афинную карту, можно, убирая разные координаты, покрыть этими афинными картами всё проективное пространство и получить информацию на любой точке этого проективного пространства. Называется задать атлас. А то, что можно задать таким способом, это называется словно многообразия у вас наверняка не было, но пусть оно прозвучит. Та геометрическая фигура, которую можно задать вот так, задавая её с помощью вот такого атласа, называется многообразие. И, кстати говоря, как переходить от одной карты к другую? Часто наверняка в походе приходилось вам состыковывать карты, разные листы карты, да? И нужно верить в то, или по крайней мере производить какие-то действия, чтобы понимать, что то, что на одном листе, оно как-то предсказуемо переходит на другой лист. Вот что будет здесь? Как перекинуть с такой афинной карты на афинную карту, где там единичка равна, например, первой карте? Давайте, пусть здесь будет y0,1, y2 и так далее, y0. Как осуществить переход с одной карты на другую? Естественно, обратите внимание, что нужно сделать, когда, во-первых, эти карты пересекаются? Какие точки принадлежат одной и другой карте? Что для этого надо потребовать? Ну, сравнить тут мы производили некоторое насилие, обратите внимание. Что одна координата была не равна 0, но мы, в результате, умножая на константу, положили ее равно единице. Поэтому, собственно, совершенно не обязательно требовать, чтобы x1 был равен единице, или чтобы x0 был равен единице. Достаточно потребовать что? Совершенно верно. Достаточно потребовать, чтобы x1 был неравен единице, ну и, соответственно, с этой стороны, ну что, что y0. Получится уже, что y0 соответственно не равен 0. И, чтобы привести эту точку к такому виду, на какую константу нужно умножить? Или поделить, если вам так будет проще поговорить. Чтобы вот здесь же настояла единичка, нужно что сделать? Поделить на x1. Совершенно верно. Вот эта точка перейдет совершенно предсказуемо. Запишется в другой карте вот в таком виде. Первая координата у нас будет y0 поделённая на x1. Дальше предсказуемо x1, делённая на x1. Дальше x2, делённая на x1. И так далее, вплоть до xn, делённая на x1. Вот он, собственно, способ склейки наших карт. Наверняка вы видели же карты, нарисованные в разных проекциях. Особенно, которые охватывали разные большие участки Земли. Цилиндрические проекции. Какие вы ещё знаете проекции? Не изучали? Вы так или иначе видели карты, где почему-то там Гренландия оказывалась какой-то необычайно большой. Собственно, если мы далеко отходим от той точки, в которой производили проекцию, то на карте возникают разные искажения. Тем не менее, эти искажения совершенно предсказуемы и могут быть вычислены. Так и здесь. То, что мы создаём, что называется, многообразие, говорит о том, что мы не только создаём карты, но и создаём предсказуемый способ склейки. Переход, вот такое отображение, которое создаёт переход от одной и карты в другую. И в данном случае он такой очень естественный. Эти функции хороши с точки зрения анализа. То есть они бесконечное число раздифференцируемые. И с точки зрения алгебры. Это просто рациональная функция. Ну и что ещё хочу сказать здесь. Это один способ задания. Просто покрыть картами. Второй способ. Называется разбить на клетки. Чего нам не достаёт в этой эфирной карте? Какие точки ещё не покрыты? Мы покрыли точки, где x1 не равен нулю. Значит, остаются точки, где x1 равен нулю. То есть точки вида 0,1 и так далее и xn. С точностью доп. рациональности. А что это? У нас bn. Есть ничто иное, как b, ну, её подсказывает. a. a. Соответственно, n объединённое с чем? Да. На единицу меньше размерности. pn-1. На бесконечности у нас тоже появляется проективное пространство. На единичку меньше размерности. Или разворачивая эту картинку, в свою очередь мы здесь можем разбить это. Ну, например, давайте, чтобы не быть белословным, проективная плоскость. Что у нас вообще было? У нас были обычные точки, обычная плоскость. Плюс ещё точки эллипса могли уходить куда-то на бесконечности. Уходили они предсказуемо, сохраняя своё направление. Не правда ли? У нас появлялась гипербола. У гиперболы появлялись асимптомы. То есть на бесконечности у нас сохраняется только направление. Ну, как иногда говорили, что нет дорог, есть направление. Вот на бесконечности проективного пространства уже точек нет, но остаются направления. И как раз направления остаются, что называется, проективной прямой. Что такое проективная прямая? Это, собственно, проходящие через море прямые, каждый из которых задаёт своё направление. А в свою очередь мы можем тоже её разбить на обычную прямую направление, кроме одного заданного. И, собственно, точка, которая... Ну, кстати, не направление, а направление... Как бы направление с точностью до направления. Прямую в данном случае уже без стрелочки. И, в свою очередь, у нас появлялась прямая, и к этой прямой ещё дополнительная точка. И здесь мы можем это расписать дальше, сказать, что у нас есть динамерная плоскость, которая пределана ещё опять, плюс одноомерная плоскость, дальше n-2, и так далее, вплоть до точки. Ну, буква А, в смысле афирное пространство, вас не пугает. Вы можете заменить на РН, но чуть грамотнее в геометрии писать так. Прекрасно! Это, что называется, разбиение на клетки. Это задание более полезно в этапологии. Где-то склеивают пространство из вот таких кусочков. И, на самом деле, достаточно совсем немного информации про то, как устроена склейка, чтобы восстановить многие свойства этого пространства. Вот, собственно, в двух словах, как устроена проективная геометрия. Теперь давайте я вкратце анонсирую, что же будет происходить на двух остальных лекциях, в каком пространстве пойдёт речь. Собственно, это будет такое обобщение. Многообразие Красмана. Человек, который ввёл это многообразие, это Герман Пюнтер Грассман. Это как раз если вот то, что было до этого, это было изобретено к началу девятнадцатого века. Ну, по сути, говорят, что там какие-то люди всё это понимали ещё древние греки, но такие не очень древние уже, там где-то третьего века нашей эры. Постепенно это всё сформировалось, пришло вот к такому виду, к началу девятнадцатого века. Вот годы жизни Грассмана в 1809-1877, когда речь уже идёт о середине девятнадцатого века. И задача предельно простая. Можно ли аналогичным образом забарометризовать следующее? Значит, у нас есть N-мерное пространство, и мы в нём рассматриваем K-мерное пространство. Всё это мы называем как множество... Почему это многообразие? Мы как раз хотим про это поговорить, как многообразие Грассмана N-K, где N – размерность исходного пространства, K – размерность плоскости. В частности, проективное пространство в этом смысле чем будет? Прямые, на скольки мерные плоскости? Похоже, я вас запутал. Какая размерность прямой? Единица. Это будет, соответственно, Грассман. Здесь у нас будет единичка. В качестве N что нужно взять? N-1. Совершенно верно. В частном случае многообразия Грассмана мы рассмотрели только что. Теперь, что я успею сегодня, представляю остальное для следующей лекции, это что же будет вот такой афинной картой? Как запериметризовать эти плоскости? Делать это очень просто. Давайте введём координаты в этом отмерном пространстве. И давайте в качестве условия x1 не равно 0. Помните, мы не рассматривали прямые, которые лежат в некоторой гиперплоскости, что называется, некоторые плоскости размерности N. И рассмотрим давайте только те L, которые не пересекаются с плоскостью, которая порождена, соответственно, всеми векторами, начиная с k-1, ну или пересекаются только по 0. Рассмотрим множество вот таких плоскостей. Почти все плоскости. Плоскость общего положения не будет пересекаться с плоскостью дополнительной размерности. И что можно с этой плоскостью сделать? Эту плоскость, естественно, что называется, ортогонально спроектировать. Это плоскость, которая, наоборот, порождена в первой гиперплоскости. Это очень простая операция, что если у нас в какой-то точке были координаты x1 и мы применяем вот такую проекцию, то мы просто доставляем от нее только первые два координата. Прекрасно! На самом деле, зачем мы требовали, чтобы эта плоскость не пересекалась с дополнительной плоскостью? В этом случае ортогональная проекция будет взаимно однозначна. Никакие два вектора не перейдут в один и тот же, потому что иначе бы разность между этими векторами принадлежала бы этому пространству, заведомо была бы нулемка к пересечению этого пространства. И, кроме того, изображение размерности получится, что это поражение еще и будет наложением. Оно взаимно однозначное. Теперь давайте рассмотрим прообразы соответственно базисных векторов здесь. как они будут выглядеть. Смотрите, это будет очень просто. прообраз от соответственно первого вектора. Как будет выглядеть? Какие у него могут быть координаты? Первая координата у него заведомо будет единичка. Следующая координата у него заведомо ноль, поскольку они спроектировались в ноль. Дальше произвольник. Назовем это а1,1 и так далее. А1, соответственно, сколько там у нас? n-1. Правда, соответственно, е2. Будет выглядеть аналогично. 0,1 и так далее. Здесь появятся у нас снова произвольные координаты а2,1 и так далее. а2,n-k. Ну и, наконец, k-тый вектор. А, k, 1 и так далее. А, k, n-k. И обратите внимание, у нас появилась матрица k на n-k. Координаты, которые могут быть заданы произвольным способом, которые будут параметрами этой плоскости. В частности, размерность того, что у нас получилось, количество параметров, n-k умножить на k. Теперь давайте для тех, кому проще воспринимать это в алгебраическом включении в геометрическом. Что произошло? Как это самое сказать алгебраистам? Что вы больше любите? Матрицы или отображение? Кто как? Я отображение люблю. Кто больше любит отображение? Матрицы. Матрицы? А матрицы кто? Алгебраисты. Алгебраисты. Ну, прекрасно. А теперь для алгебраистов что произошло? Как задать плоскость? Выбрать в ней базис. Что первым делом делает алгебраист, когда видит какой-то такой объект? Выбирает базис. Вот у нас есть L. В этом L мы выбрали базис. Выбрали пока производный базис. f1 и так далее fk. Дальше. Что делает алгебраист, когда видит вектор? Записывает его в координатах. Поскольку у нас есть k векторов, каждая из которых записывается в n координатах, у нас получается матрица n на k, или k на n координатах. У нас появляется матрица, давайте уже мы ее b1, b1, n и так далее, b1, n и так далее, b1, b1, n. Дальше алгебраист вспоминает, что он в процессе допустил некоторые произволы. А именно в чем состоял этот произвол? В выборе этого базиса. В одном и том их пространстве можно выбрать несколько базисов. И начинает думать, что же делать. Что обычно делает алгебраист, глядя на матрицу? Приводит ее в какую-нибудь форму. В данном случае нам допустимо что? Нам допустимо, что называется элементальное преобразование строк. Поскольку это как раз соответствует линейным заменам в этом базисе. И, собственно, первое, что делает алгебраист, приводит эту матрицу к какому-нибудь виду. Почти все матрицы таким способом приведутся к матрице, которая начинается с единичной, а дальше как раз у нас будет матрица с этими произвольными a. И, собственно, вот эти a будут координаты. Мы единственным способом, если приведем, то приведем единственный способ нашу матрицу к такому виде. Больше никак преобразовывать строки мы не сможем, иначе исказится вот эта часть матрицы, и все, что осталось, будут координаты. Понятнее осталось? Ну и давайте задам задание на дом. Пусть у нас дана произвольная матрица. Пусть матрица произвольна. Мы не будем предполагать это условие. Вопрос, к какому аналогичному виду ее можно привести к преобразованию строк? То, что получится, как раз будет решение уже второй задачи. Задача – это сбиение нашего пространства на клетки, и соответствующие клетки называются клетками клуба. Но об этом в следующий раз. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ